Несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих. В связи с этим учитываются все проступки, порочащих госслужбу. Главная цель – предотвращение коррупции. Однако в настоящее время немало тех, кто пользуется должностным положением в личных целях. Подробнее в материале наших корреспондентов. Работа государственных служащих находится под постоянным контролем. Малейший проступок и дело рассматривается в Совете по деловой этике. Так, за последние 10 месяцев было проведено более 20 проверок. Однако результат оставляет желать лучшего. По противоправным действиям и некорректным отношениям было выявлено 162 нарушения. Таким образом, 25 должностных лиц были привлечены к административной ответственности. За 9 месяцев на дисциплинарной ответственности было привлечено 28 лиц. Из них 19 человек получили предупреждение о неполном служебном соответствии. Строгий выговор 1 человек и выговор за нарушение правил этических норм 6 человек. В этом году ситуация координарная, я не скажу, что изменилась. Количество, в принципе, осталось на уровне всего на 5 человек меньше. Из них 17 человек наложено дисциплинарное взыскание ведения неполного служебного соответствия. Уволено 5 человек. Если родиться, в прошлом году у нас были уволены 2 человека. Согласно статистике, за отчетный период было проведено 8 заседаний Совета по деловой этике. Рассмотрено 28 дисциплинарных дел. Из них 21 совершили проступки, дискредитирующие госслужбу. Двое привлечены к административной ответственности за нарушение норм кодекса деловой этики. Пятеро были освобождены от занимаемых должностей. Был проведен мониторинг социальных страниц госслужащих на предмет выявления публикаций, не соответствующих этическому кодексу. В результате было выявлено около 100 таких публикаций. В основном это специалисты областного управления здравоохранения, образования, специалисты аппарата Жамбылского района. Любой госслужащий за нечестное несение службы может лишиться своего рабочего места. К примеру, недавно нескольких чиновников Курдайского района были сняты с занимаемых должностей. На пассивные площади сюда в регион было выделено 130 миллионов тенге от субсидий от государства. Ответственные лица изначально указали несоответствующий факту размеры пассивных площадей, заполучив таким образом от государства завышенные денежные средства. За допущенные проступки члены совета освободили от должностей заместителя Акима района, главного специалиста и руководителя районного отдела сельского хозяйства. В целом, за отчетный период агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции было рассмотрено 140 заявлений, из них 124 от физических лиц, 16 от юридических. Также было рассмотрено 10 административных дел.